Добрый день! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардио-Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Чернобыльцы останутся при деньгах. Президиум Верховного Суда Кабардио-Балкария отменил определение кассационной инстанции. Оглянитесь, мы здесь. Минтруда республики открыла горячую линию, куда можно сообщить о жестоком обращении и нарушении прав детей. В районах мы будем осуществлять закупку сельскохозяйственного скота. Нальчикский мясокомбинат запускает первую линию переработки. С чернобыльцев не будут взыскивать полученные ими компенсации. Наш умевшее дело нашло свое продолжение. Президиум Верховного Суда Кабардио-Балкария отменил кассационные определения судебной коллегии по девяти гражданским делам о повороте судебного решения в отношении чернобыльцев. Опуская юридические термины, это означает, что им оставят средства, выплаченные за моральный ущерб. Напомню, в 2011-2012 годах постановлениями Нальчикского и Терцкого судов из российской казны почти 500 ликвидаторов получили около 700 миллионов рублей. Впоследствии это решение было признано незаконным. Чернобыльцев обязали вернуть деньги, арестовали счета и недвижимость. В отношении Леры Алхасовой, представляющей тогда их интересы, возбуждено уголовное дело. Судьи, принявшие решение о выплате компенсации, лишены мантии. Комментировать ситуацию в Верховном Суде отказываются до рассмотрения всех дел. Сейчас в производстве их около 20. Отказываются от комментариев и в Управлении федерального казначейства по КБР. Сегодня в Москве открылся форум партийных проектов «Единой России». Это еще и седьмой всероссийский медиафорум. Его начало запланировано на вторую половину дня. А на завтра намечено совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России». Делегацию Кабарно-Балкарского регионального отделения партии сопровождает наша съемочная группа. На прямую телефонную связь со студией вышла моя коллега Наталья Юсупова. Наталья, вам слово. Да, Беслан, сейчас в самом разгаре форум партийных проектов. Это одна из составляющих частей мероприятий, запланированных на эти два дня. С утра в фойе столичной мэрии была развернута экспозиция стендов, где наглядно демонстрировались федеральные проекты, которые реализует «Единая Россия». Всего 22 выставочные площадки. Из них порядка десяти проецируются на Кабардино-Балкарию, в том числе и сравнительно новый проект «России важен каждый ребенок». В настоящее время участники форума разошлись по трем дискуссионным площадкам. Это социальная, либеральная и патриотическая партийные платформы. В последний, к слову, принимают участие представители нашей республики. Депутат Госдумы Адальбиш Хагошев и руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Татьяна Канунникова. Цель обсуждения – выработать механизм эффективного взаимодействия с регионами и муниципалитетами по тем проектам, где есть патриотическая составляющая. Это пока вся информация. Беслан. Спасибо, Наталья Юсупова из Москвы, где сегодня проходит форум партийных проектов «Единой России». В прошлом году внешнеэкономический оборот Кабардино-Балкарии с официальными «Ереванами» едва достиг 300 тысяч долларов. Это всего лишь 5% от общего объема, сообщает Минэкономразвитие КБР. Для крупных предприятий республики Армения, как экономический партнер, пока остается в недосягаемой близости. Тут немало причин, которые не зависят от КБР. Но дела международные никак не влияют на отношения между народами Кабардино-Балкарии, в чем убедилась наш специальный корреспондент Наталья Булат. В Кабардино-Балкарии Авсеп Назарян приехал четверть века назад. Здесь все называют его Гарик. Он женился на кабардинке, выучил язык, но, как и в детстве, играет только армянскую музыку, вспоминает Ереван. Пару дней назад Гарику Назаряну исполнилось 60, и друзья продолжают приходить с поздравлениями. Вот эти надо убрать, вот эти не подсвечаем. Лук добавили, много лука надо. Традиционную долму Фатима научилась делать быстро, улыбается именно армянский. Голубцы она начала готовить первыми. Назарян в те годы занимался грузоперевозками, но границу с Грузией закрыли, и с бизнесом, доставкой в Армению стройматериалов, пришлось распрощаться. Сейчас о Ереване напоминают только изредка присылаемые родственниками виноградные листья для долмы. Зависеть от международных отношений сам вел Татинцян не пожелал. Своё дело он развивает, основываясь на запросах местных потребителей. Стараемся, чтобы на одном рассаде больше огурца давали. Вращиванием огурцов Татинцян занялся несколько лет назад. Семена закупает за пределами Кабардино-Балкарии, урожай от них получает круглый год. В планах расширения производства со дня на день по программе поддержки малого предпринимательства Самвил должен получить 276 тысяч бюджетных средств. Спешит успеть высадить помидоры в Ереван, конечно, не повезет, говорит, не окупится, но майский район собственной продукцией обеспечить сможет. Когда заканчивается рабочий день, семья Назарянов по традиции собирается за круглым столом с друзьями. Они знакомы уже много лет, но встречи радуются, как в первый день. До сих пор мы брать, вот такие, как братья стали. Эта земля нам кормит, эта земля нам дал место развиваться, дал всё, от и до. Мы кушаем, живём, работаем, радуемся. Кабардино-Балкария, это я желаю, что из Еревана до Нальчика был мост дружбы. И этому мосту развели розы, красные и белые розы, и назвалось мост дружбы. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. Продолжаем выпуск. Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми и к кому обратиться за помощью? На эти и другие вопросы в конференц-зале Минтруда и соцразвития Кабардино-Балкарии сегодня отвечают специалисты в рамках прямой линии «Оглянитесь, мы здесь». Акция приурочена к Международному дню детского телефона доверия и уже успела стать традиционной. В республике ее проводят третий год подряд. Главная цель «Горячие линии» – выявить и предотвратить нарушения прав ребенка. Звонки бесплатные и анонимные, но по желанию звонящий может представиться. Психологи советуют, как поступить в той или иной ситуации, или просто дают человеку выговориться. Организаторы акции отмечают, что звонков по поводу неправомерного обращения с детьми до сих пор не было. К нашему счастью таких случаев нет. Я надеюсь, что в принципе у нас, в республике, население все-таки и традиции наши, они в достаточной степени позволяют, наверное, относиться с пониманием проблемам семьи, проблемам детства. И вот таких грубых случаев у нас нет. Позвонить на прямую линию можно по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах, сегодня до 18 часов. Итоги акции подведут в ближайший понедельник. Нальчикский мясомолочный комбинат готовится к первому запуску производственной линии. Состоится он в начале следующей недели. Напомню, перерабатывающее производство официально открыли 8 мая. Один из самых современных заводов на Северном Кавказе позволит решить проблему сбыта продукции, выращенной животноводами Кабарном Балкарии и соседних регионов. Как будет работать схема закупок, выяснял наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Почти 700 миллионов инвестиций, переработка до 40 тысяч тонн мяса в год, продукция, соответствующая стандарту халял. Работать с данным в эксплуатацию комбинат будет в две смены, по полторы сотни человек в каждой. Средняя зарплата до 22 тысяч рублей, приводит цифры гендиректор Золотого Колоса Арсену Тижев. А пока здесь ждут запуска самой линии переработки. Поскольку оснащен комбинат современным итальянским оборудованием, это право предоставлено специалистам с Аппенинского полуострова. Нальчик они прибудут в начале следующей недели. Тогда же и будет осуществлен первый забой. Интерес к открывшемуся предприятию очень велик, констатирует Утижев. Звонят, приезжают, встречаемся с людьми, потенциальными поставщиками крупного рогатого скота и птицы. За эти дни мы заключили договора на 3,5 тысячи голов поставки крупного рогатого скота. Отрадно отметить, что скота в Кабардино-Болгарии достаточно для того, чтобы мы могли начать полноценно смену в течение 20-22 рабочих смен проработать в месяц. Население республики волнует, как будут закупать сельхозживотных. Могут ли фермеры надеяться, что выращенный ими скот, также молоко будут закупаться. Для небольших крестьянских хозяйств проблема сбыта одна из самых сложных. Ее решение может стать мощным стимулом для развития отрасли. В районах мы будем осуществлять закупку сельскохозяйственного скота путем, с помощью передвижных заготовительных пунктов. Ежедневно в один из районов будет выезжать несколько автомобилей, которые предназначены для перевозки скота. Они будут осуществлять закупку и перевозку с районов, с населенных пунктов к нам животных. То есть даже привозить не надо? Да, даже привозить не надо. Мы ежедневно в один из районов по графику будем осуществлять выезд наших автомобилей для заготовки скота у населения. Также они могут круглосуточно привозить скот. У нас есть свое откормочное хозяйство. Это станица Александровская, майского района. Где мы будем осуществлять прием скота у населения? Вместе с тем, подчеркивает гендиректор, с выходом предприятия на полную мощность КРС и птицы в республике все равно не хватит. Придется выходить в соседние регионы. Оборудование, которое установлено в мясном и молочном цехах, отвечает всем требованиям и нормам Евросоюза. Это принципиально важно в условиях вступления России в ВТО. Нынешнее техническое оснащение большинства российских предприятий вызывает серьезные проблемы с реализацией отечественных товаров на мировом рынке. Они попросту неконкурентоспособны. Примененные в золотом колосе инновационные ресурсосберегающие технологии, высококачественное сырье позволяет снять этот вопрос. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Игорь Мигулин. Вести, Кабардино-Балкария. Начался ремонт дороги в Прильбрусе. Это участок федеральной трассы Прохладно-Баксан-Нейдбрус от поста ГИВДД Казбрун до села Атажукино. Реконструкция плановая. Заказчик управления северокавказских автомобильных дорог, подрядчик, местная строительная фирма. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили больше 10 лет назад. По словам дорожников, к осени должно появиться 20 километров нового асфальта. Сейчас уже выполнена третья часть работ. Об антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения шла речь накануне на брифинге в МВД. Обследование газораспределительных и электростанций, медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности проводится на постоянной основе, сообщили журналистам. Особое внимание уделяется безопасности гидротехнических сооружений. За 4 месяца с начала года межведомственные комиссии проверили 167 объектов и выявили около 200 нарушений. Руководители организации обязали их устранить. И последнее. Во всемирной паутине накаляются страсти вокруг нового проекта телеканала «Россия» и Русского географического общества «Россия-10». Стартовал интерактивный конкурс в конце марта. В его рамках пользователи интернета выбирают 10 визуальных символов страны. Сейчас проходит окружной этап. В каждом регионе определяются свои лидеры. Затем из этого количества будет отобрано 30 объектов. А в итоге останется 10. Завершится голосование в сентябре. И тогда же и станет известно, какие достопримечательности, а точнее их миниатюрные копии будут размещены в ландшафтно-рекреационном парке «Россия». Его строительство запланировано на 2014 год в Домодедово. Это место, по мнению авторов идеи, станет своего рода ознакомительной картой с культурой и традициями нашей страны. Безусловный лидер от Кабардио-Балкарии двуглавый Эльбрус буквально несколько минут назад поднялся на пятую позицию в рейтинге по СКФО. В десятку лидеров в Карачасе еще вполне может войти. Для этого необходимо продолжать активное голосование на сайте 10Russia.ru. К этому часу все информации. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте VestiKBR.ru. А следующий наш выпуск выйдет в эфир в 19.40. В 17.30 смотрите уже традиционно тележурнал «Вести Северный Кавказ». До встречи на телеканале «Россия».